приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео мы с вами поговорим о дне рождение домового какого числа у него день рождения чем же его угостить чем его задобрить и какие вообще функции несет дедушка домовой давайте далее в этом видео обсудим все более подробно давайте начнем с того что православная церковь 10 февраля будет праздновать день памяти святого святого ефрема серена в народе день этот еще называют кулисами или день домового раньше верили что в этот день происходит чудеса и одним из таких чудес на руси считали домового люди считали что у дома которая оберегается и у жилища есть свой праздник как у нас на людей новый год или например рождество христово и отмечали они его 10 февраля как же выглядит дедушка домовой вы знаете он представляет собой некий сгусток энергии высотой около метра и и очень часто возможно вы увидите его и он сам по себе может становиться похожим на жильцов когда они дружат или живут вместе продолжительное время также с наши предки представляли домового виде небольшого седого старичка одетого в белую рубаху или виде старичка покрытого шерстью где-то считали что даже дедушка домовой похож на медведя и также может принимать вид собаки или например может проявляться в виде тени вы знаете увидеть домового практически нельзя потому что это сверх наших восприятий пониманий но мы с вами как правило можем слышать голос домового например это может быть его тихий плач глухие стоны или иногда его мягкие и этот стоны и ласковая иногда глухие или например отрывисто краткий отвечающий голос если вовремя успеть откликнуть и спросить о чем-нибудь о том что вас интересует в тот или иной момент но умные люди мудрые люди никогда не пытались видеть этого духа и ни о чем его не спрашивать потому что считалось что это не к добру и может привести к тяжким болезням ну и конечно же дедушка домовой он занимается домом он следит за чистотой нашего дома и он видит весь энергетический мусор на если у вас раскиданы по дому например какие-то вещи мусор и вы знаете это его к сожалению расстраивает и он старается вот чистить этот негатив хотя ему очень сложно потому что он находится он состоит из энергии а мы с вами живем в материальном мире и вы знаете когда вашем доме чисто нет энергетической грязи он чувствует себя великолепно он он седайте он радуется тому что ему не нужно делать дополнительную работу нет не подумайте что он лентя нет но просто одно дело когда вы созидаете все за всем все смотрите а другое дело когда у вас везде грязно и не ухоженно конечно же наш дедушка домовой также следит и за сохранностью вещей поэтому вашем доме всегда техника должна исправно работать тогда не будут биться посуда и домовой поможет вам найти даже пропавшие вещи но для этого его нужно просто попросить а сказав о том что хозяин батюшка помоги и подскажи где например лежит то-то и то-то и не домовой никогда не допустят кстати пожара или несчастного случая или возможно кражи но это будет выполняться при условии конечно что вы ему нравитесь вы как хозяин ему подходите тогда он готов вам служить верой и правдой он готов вас охранять от плохих людей например к вам пришли в гости или зашел какой-то недобрый человек с черными с плохими грязными мыслями завистью то домовой начинает переживать начинает беспокоиться и возможно вы можете услышать например нашептывание домового и или возможно домовой будут пытаться каким-то образом чтобы вы на него обратили внимание потому что он понимает что этот человек который к вам пришел он несет негатив он несет зло например у гостя может вырваться из рук кружка разбиться разлиться что-то например он тоже скатерть и вы знаете иногда даже посуда может биться у самого хозяина знаете что это предупреждение от домового он таким образом всячески старается найти выдавить убрать этого человека из вашего дома и людям как правило гостям таким становится неуютно и неприятно и они постараются поскорее уйти даже если они пришли на долгое время то им постоянно будет дискомфортно им что-то будет не хватать и знаете девушка дома вы также следит за маленькими детками и предотвращает разные беды домовой также очень с удовольствием будут возиться с вашим малышом и беречь его от спичек от ножниц от розеток также дома вы возможно бывало такое что вас кто-то разбудил знаете это разбудил вас ваш домовой также он вас может разбудить например тех моменты когда вы можете опоздать куда-то или вас сегодня обстоят какие-то дела или возможно он хочет вам как-то напомнить о каких-то забытых вещах или делах но давайте мы сами поговорим о том что что же делать в этот день потому что все таки это день рождения дедушки домового того духа который нас оберегает который нам помогает конечно же кто-то скажет что это дань языческим традициям но вы должны понимать что это и прекрасный повод оздоровить обстановку в своей семье ведь своего домового вы формируете сами и чем меньше вашей семьи скандалов злых слов чем больше любви и уважения а значит тем сильнее и да добрее заботливее ваш персональный защитник так как он считается полноправным членом вашей семьи и ваш верный друг и помощник конечно не он наверное имеет также полное право на свой так называемый профессиональный праздник и традиционно друзей этот праздник отмечается 10 февраля вы знаете что если домового сильно достать то он может и навредить хозяину и квартире и или даже имуществу поэтому помните о том что когда вы выходите из дома всегда если вы что-то не сделали вам даже домовой может напомнить для того чтобы вы не нашкодничали и вашем доме было все хорошо знаете если домовой бродит по квартире а многие люди даже слышат как будто кто-то ход знаете что таким образом он ходит по квартире и занимается своими обычными делами если у вас дома есть животные то он также может с ними играть особенно он играется с кошечками и собаками но знаете если домовой не взлюбил вашу кошку то будьте уверены что долго она в доме не продержится или наоборот если он ее полюбил вашу кошку то с ней будут играть постоянно поэтому обратите внимание когда ваша пушистая любимица вдруг например опрокидывается на спину и начинает махать своими лапками по воздуху знаете это дедушка домовой щекочет щекочет вашу кошечку или иногда кошка вылизывает себя представьте себе каротину да и потом вдруг раз встрепенулась и смотрит какую-то одну точку вы смотрите видите там пустота это говорит о том что кошка таким образом провожает домового конечно же домовой как правило он муж называется мужским именем и вы знаете у домового все-таки нет пола так что можете смело переодеваться у себя в квартире и где вы хотите конечно же иногда очень редко но домовой приходит именно является вам и это может происходить в двух случаях либо перед каким-то большим событием либо перед плохими тогда вы можете спросить у него как к добру или не к добру и домом домовой вам может ответить глухим голосом например к добру или к или что-то возможно плохое также домовой любит очень является маленьким деткам которые принимают его как большую плюшевую игрушку и от души играются с ним потому что найти домовой выглядит как мохнатый в какой-то степени человечек и лицо иногда даже похоже на главу семье но может он появляется и в других обликах запомните что домовой играет с удовольствием как с кошкой с собакой и также он любит возиться с малышами с детками и знаете это очень хороший знак если он играется то знаете что таким образом как минимум девушка домовой всегда будет беречь вас от мелких неприятностей и от многих проблем не нужно пугаться если вы подозреваете что он у вас есть вот он есть но просто но по умолчанию вас есть чувствуете себя хорошо благодарите его за то что он у вас есть хотите можете с ним разговаривать вслух но если в ваша семья вас воспринимает и понимает и конечно же вы дедушка домового всегда можете просить о помощи но не забывайте угощать его вкусненьким а также можете подарить им какую-то маленькую игрушку ну а если он балуется резвится то можете его поругать и узнать после звука вы поругаете но это нужно сделать шутя то он постарается загладить свою вину и больше так он не будет никогда делать также просьба большая на ночь никогда не оставляйте следующие колючие и режущие предметы от этой вилки ножи ножницы а также соль перец чеснок и лук почему дело в том что это все мешает домовому бороться против злых сил хоть он и считается двоюродным братом черта но борется с его силами защищая нас поэтому давайте не будем создавать ему препятствий в этом полезном деле если мы хотим с ним чтобы он нам помогал и подсказывал также бывает то что вы не можете договориться с домовым тогда берите веники проговаривайте следующие слова вы метают тебя чужой вредный домовой выгоняю тебя и тогда ваш домовой немножко остынет и в вашей жизни все действительно наладится после этого а чтобы задобрить домового конечно же регулярно убирайте в доме пыль беспорядок ему не нравится также не стоит обижать кошек потому что домовой может перевоплощаться в кошку также старайтесь никогда в доме не ругаться и все свои дела решать только мирным путем потому что негативная энергетика она седает в вашем доме и пугает домового и открывает дверь всякой нечисти конечно же как мы ранее сказали 10 февраля день рождения домового поэтому в этот день обязательно угостите его возьмите купить ему какую-нибудь например маленькую символическую игрушку только ее а сначала во-первых принесите домой покажите и скажите что эта игрушка для домового что вы поздравляете что пожелаете вот от чистого сердца и скажите что эту игрушку например вы кладете например где-то наверху например на самой высшей какие-то ящики что во первых меньше кто видел и с другой стороны чтобы ему было комфортно также обязательно поблагодарить и и поблагодарите его за то что он вам помогает что он сохраняет вам мир покой в семье что он оберегает ваш дом и от бед и от несчастье и конечно же давайте ему указания чтобы он берег ваш дом чтобы он приумножал добро а зло от отражал конечно же что же нужно сделать 10 февраля в праздник день рождения домового ну конечно же вы знаете день рождения домового отмечает и во всем мире 10 февраля обычно это считается 10 февраля магическим днем и вы знаете просто что нужно сделать 10 февраля поставьте в укромный уголок угощения что это может быть это может быть сладкая булочка это может быть какие-то возможно сладости но вы помните о том что после того как вы поздравить и угостите это все нужно будет отдать животным поэтому постарайтесь купить это что-то вкусненькое но с другой стороны чтобы вы потом могли передать вот энергетику этой еды через животных то есть если брать шоколадные конфеты то скорее всего не кошка не кот не птицы не будут есть и соответственно вы таким образом на с физического на вот этот духовный мир вы ничего на энергетический мир вы не передадите поэтому то есть покупаете то что действительно будет для него вкусно обязательно попросите его о том что возможного что-то беспокоит чтобы он что-то обратил внимание кроме того когда вы всегда выходите из дома всегда просите чтобы он оберегал и никого не не пускал в свой ваш дом кстати он очень любит все все что связано с бижутерией и блестящие поэтому также в этот день можете подарить ему просто возьмите купите красивую коробочку все это сложите только без крышки и скажите например домовому что это также подарок для него и поставьте в тайное место но обращаю ваше внимание что никто не должен видеть и трогать эту коробочку и или вы можете даже такую коробочку сшить из например из открыток возможно помните 90-е годы мы такие вот делали коробочки красивые вы можете купить новую коробочку с блестящими там бумажками дождиком и подарить домового также вы можете в этот день 10 февраля подарить ему денежку как правило это 5 копеек то есть должна быть одна монета но опять же класть нужно в трудно трудно доступное место в доме иногда и оставляет наши вот предки оставляли между щелями в полу и обязательно нужно сказать домовому что вот тебе денежка на сам на сапоги и семечки от души даю тебе дарю вот друзья то что постарайтесь 10 февраля обязательно поздравить домового с днем рождения и обязательно поблагодарить его за то что он делает для вас